Беларусьбанк Кредитов физических лиц, полученных в иностранной валюте, можно перевести в белорусские рубли. Такое решение принято с целью недопущения чрезмерной нагрузки по погашению валютных кредитов граждан. Перевод задолженностей осуществляется по курсу продажи валюты, которая используется при совершении операций с платежными карточками Беларусьбанка на условиях, действующих по данным видам кредитов в белорусских рублях. Окончательные сроки погашения кредитов не изменяются. При этом кредитополучателям и поручителям следует предоставить банку подтверждающие доходы документы. По вопросам перевода валютных кредитов в белорусские рубли следует обращаться в учреждение банка по месту получения кредитов. С целью оценки условий осуществления образовательного процесса, а также выявления опыта работы преподавателей и мастеров производственного обучения в учреждениях образования Сморгонский государственный политехнический профессиональный лицей прошел смотр-конкурс учебных кабинетов и мастерских. В нем приняли участие каменщики, штукатуры, сварщики, продавцы, швеи и повара. Все победители были награждены почетными грамотами, дипломами за сохранение и развитие учебно-материальной базы учебных аудиторий и учебно-производственных мастерских. Эффективность профессионального роста будущих специалистов напрямую зависит от материально-технического обеспечения учреждения, уверен методист Сморгонского государственного политехнического профессионального лицея Ольга Субыч. Для активизации работы по созданию учебно-методических комплексов, кабинетов и мастерских, а также оснащений в соответствии с предъявленными требованиями, в лицее регулярно проводятся смотры-конкурсы, которым преподаватели-мастера готовятся в течение года. На сегодняшний день для того, чтобы дать качественное образование именно рабочего, недостаточно знания мастера, мела и доски. Должна быть хорошая материально-техническая база, инструменты, оборудование, оснащение, для того, чтобы обучать уже новым современным техникам и технологиям наших учащихся, которые завтра пойдут на рабочие места и будут применять эти знания уже на производстве, на практике. В смотре-конкурсе приняли участие шесть учебных кабинетов и мастерских. Это лаборатория приготовления горячих блюд, учебный магазин, швейная мастерская, мастерские отделочных и каменных работ, а также сварочная мастерская. Для того, чтобы была хорошая материальная база, нужно вкладывать хорошие деньги. Во-первых, это и внебюджетное средство нашего лицея. Большой вклад в обновление материальной базы мастерской вносят учащиеся, которые работают в кружках технического творчества, изготавливают макеты, экспонаты, муляжи, натуральные объекты и образцы, которые потом могут использоваться как средство обучения. Труд мастера, потому что все ремонтные работы в основном у нас ведутся хозспособом, поэтому порядок, благоустройство возле территории мастерской – это труд наших мастеров и труд работников лицея нашего. Ну и, конечно, вся учебно-методическая база – это тоже труд и наработки наших педагогов. Конкурсная комиссия учитывала санитарное и эстетическое состояние помещений, обеспечение требований безопасности образовательного процесса, оснащение мастерской учебно-наглядными пособиями, а также состояние учебно-материальной базы и обеспеченность техническими средствами обучения. Мы будем оценивать работу, которая проводилась в течение года по оснащению материальной базы мастерской. Мы будем смотреть, насколько мастерские наши оснащены необходимыми материалами, оборудованием, инструментом, какая помощь нужна со стороны администрации для того, чтобы усовершенствовать базу учебной мастерской, ну и насколько эффективно она используется в учебном процессе лицея. По результатам смотра конкурса первое место разделили лабораторию приготовления горячих блюд и учебный магазин. Второй стала учебно-производственная мастерская каменных работ. Третье место досталось мастерской отделочных работ. Отдельную благодарность от администрации лицея за результативную работу по организации деятельности мастерской сварочных работ получил мастер производственного обучения Дмитрий Севко. Все участники смотра конкурса были награждены почетными грамотами и дипломами, а победители получили денежное вознаграждение. В пятницу 26 июня 2015 года с 11 до 12 часов прием граждан по личным вопросам проведет первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Паскропко Олег Григорьевич. Прием будет проводиться в кабинете 309 Сморгонского райисполкома по улице Ленина, 5. Предварительная запись на прием по телефону 31616. А в субботу 27 июня с 9 до 12 часов прямую телефонную линию проведет председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Васильевич Хорошик по телефону 8 015 92 31616. За пять месяцев 2015 года на территории Сморгонского района зарегистрировано четыре причинения тяжких телесных повреждений, два из которых закончились для пострадавших трагичным. В сфере семейно-бытовых отношений совершено пять преступлений. С целью комплексного применения мер индивидуальной профилактики правонарушений и мер превентивного воздействия в отношении граждан, допускающих насилие в семье, на территории района был проведен основной этап специального комплексного мероприятия «Быт». За время проведения в РОВД поступило 110 сообщений, из них 12 в сфере семейно-бытовых отношений. Составлено пять административных протоколов. Административному аресту подвергнут один человек. Во время проведения специального мероприятия «Быт», направленного на профилактику насилия в семье, рабочими группами, созданными из представителей райисполкома, РОВД и РОЧС, проведено 11 выступлений в организациях и учреждениях образования. К врачу-наркологу нами было доставлено 12 человек для проведения медицинского освидетельствования для последующего направления в ЛТП. За время проведения данной операции нами было осуждено 3 человека и направлено 1 в ЛТП. Было размещено 26 профилактических листовых и буклетов. По месту жительства проверено 95 человек, состоящих на учете в уголовной исполнительной инспекции. 22 лица, состоящих на учете в отделе охраны правопорядка в соответствии с законом о профилактике. 58 лиц, привлекавшихся к административной или уголовной ответственности, в отношении которых в течение 6 месяцев поступали сообщения о двух и более фактах насилия в семье. Объявлено 38 официальных предупреждений. 21 решение объявлено о постановке на профилактический учет. Поэтому поставленные перед нами задачи, как и Министерство, как и управление внутренних дел за время проведения данной мероприятии, было выполнено в полном объеме. В Беларуси систему электронной очереди на границах запустят в промышленную эксплуатацию до конца года. Об этом говорится в статье председателя Государства пограничного комитета Беларуси Леонида Мальцева, опубликованной в газете «Советская Беларусь», сообщает Белта. Ранее были проведены эксперименты в пунктах пропуска Козловича и Каменный Лог. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что система востребована. Есть однозначное мнение о большой пользе этой новой возможности для людей. Она имеет много положительных отзывов. Осталось доработать систему с учетом пожеланий граждан и грузоперевозчиков и приступить к основному этапу реализации. Уже в этом году начнем внедрять ее и запускать в промышленную эксплуатацию в беларусских пунктах пропуска, отметил Леонид Мальцев. По словам председателя пограничного ведомства, только во время эксперимента в пункте пропуска Каменный Лог за месяц систему бронирования опробовали более 2000 транспортных средств. Из них более 1500 легковых и более 200 грузовых транспортных средств. Врачи не устают разъяснять населению необходимое соблюдение профилактических мер, направленных на предотвращение заражения сальмонеллезом. Возможно, кем-то это воспринимается как навязчивая медицинская пропагандистская компания, но в данном случае медики абсолютно правы. Сальмонеллез – очень серьезное заболевание, риск получить которое в повседневной жизни при несоблюдении требований гигиены и правил обработки пищевых продуктов весьма велик. Ежегодно в Беларуси регистрируется от 10 до 16 тысяч случаев острых кишечных инфекций. В Сморгонском районе в текущем году зарегистрировано уже около 10 случаев. Случаи заболеваний сальмонеллезами регистрируются круглый год, и особенно рост заболеваемости среди населения наблюдается в летний-осенний период, констатируют медики. Инфекционное заболевание характеризуется разнообразными клиническими проявлениями от бессимптомного носительства возбудителя до тяжелых форм, интоксикация, лихорадка и преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта. Сальмонеллез – это острая кишечная инфекция, которая возникает в результате употребления недоброкачественной продукции, то есть продукции, которая заражена сальмонеллами. Но, к сожалению, источником сальмонеллеза бывает и человек. Как больной человек, так и бактерию носить. Источником может являться продукт, который заражен сальмонеллами. Особенно это мясо птицы и сырое мясо, и яйцо. Значит, что мы должны делать в первую очередь? Прежде чем приготовить из данных продуктов пищу, яйцо нужно хорошо помыть, мясо хорошо вымыть, курицу хорошо вымыть. И желательно, особенно мясо или птицу, конечно, при приготовлении, желательно ее, конечно, делить на кусочки. Практика показывает, что в домашних условиях почти каждый случай сальмонеллеза является результатом нарушения технологии и гигиены приготовления пищи. Возбудители устойчивы во внешней среде. Они хорошо переносят высокие температуры, большая концентрация соли и кислоты копчения. На поверхности различных предметов и в пыли помещений могут выживать несколько месяцев, полностью сохраняя способность к заражению человека. В воде сохраняются до 120 дней. В мясе и колбасных изделиях – от 2 до 4 месяцев. В замороженном мясе – до года. Погибают сальмонеллы при температуре 60-70 градусов в течение часа, а при термической обработке – куска мяса массой 500 граммов только через 2-3 часа. Любителям шашлыка необходимо учесть эту информацию. Каждый тоже должен хорошо знать, что то мясо, из которого готовится шашлык, должно быть проверено. Потому что мы все знаем, что шашлык вкусен, когда он готовится на большом огне достаточно быстро. А если быстро готовится, конечно, температура не настолько проникает в кусочек этого мяса. Поэтому это особенный продукт, который нужно к нему подходить тщательно. При приготовлении полуфабриката. Специалисты отмечают, что с наступлением жаркой погоды вероятность острых кишечных инфекций увеличивается. В связи с этим летом особенно важно соблюдать правила профилактики инфекций. Мыть руки перед приемом пищи, отделять сырое приготовленное, тщательно прожаривать и проваривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты. Приготовленную пищу не следует оставлять при комнатной температуре более чем на 2 часа. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить здоровье. Ведь болезнь легче предупредить, чем лечить. Каждая девочка мечтает хоть раз в жизни стать принцессой бала. Надеть великолепное платье, станцевать с прекрасным принцем. Такая возможность представилась тем желающим, кто в минувшие выходные побывал в Залесье. В роскошном зале усадьбы Михаила Клеофаса Агинского состоялся конфетный бал. Его участниками стали юные леди и джентльмены, которые впервые в жизни побывали на таком торжественном приеме в гостях у шоколадной королевы и ее окружении. Дети и их родители смогли окунуться в сказочную атмосферу, побывать в музыкальном салоне, научиться танцевать полонез, вальс и мазурку, а также познакомиться с правилами этикета. Мой первый в жизни бал. Так могут сказать гости конфетного бала, который состоялся в роскошном зале усадьбы Михаила Клеофаса Агинского в Залесе. Сразу у порога юных леди и джентльменов встречали фрейлины, а сказочная художница с помощью волшебной кисти старалась придать прибывшим на бал загадочный образ. И когда старинные часы пробили послабеденное время, бал начался. Сегодня чудо в нашем зале. Какие детей мы здесь собрали. Здесь море чистых, умных глаз. Здесь молодость чарует нас. Царит торжественно волнение, звучит привычное вступление. Для всех, кто долго миксей ждал, да грянет бал, великий бал. Шоколадная королева предложила своим гостям окунуться в атмосферу 19 века, в эпоху, когда балы были неотъемлемой частью светской жизни, и познакомиться с правилами этикета, научиться бальным танцам и салонным играм той эпохи. Я считаю, что на самом деле такая форма работы с детьми, как балы, конечно же, необходима. Потому что прежде всего мы живем в такое время, что куда-то уходит вместе с эпохой правила хорошего тона, какое-то познание интеллигентности, хорошего поведения, правильного. Как нужно реагировать даже правильно на то, когда к тебе обращается персона другого пола. Ведь все мы здесь стараемся чему-то научить на балу. Да, как вы правильно сказали, это не только развлечения, это не только танцы. Я уже сказала в самом начале нашего бала, что балы – это были еще и познавательные формы такой игры через бал с детьми. Конфетный бал стал ярким событием культурной жизни усадьбы Михаила Клеофаса Агинского. Впервые его посетителями стали дети. Более 60 счастливчиков смогли побывать на таком торжественном мероприятии. С помощью шоколадной королевы и ее окружения гости смогли научиться танцевать полонез – танец, с которого начинались все балы в 19 веке. Это было торжественное шествие всех участников бала, а тон ему задавали хозяева. Об этом и других правилах поведения на балу его участники узнали от распредителя – главного танцмейстера. То, что я увидел, произошло мое ожидание. Я в удивлении и в шоке, что здесь было и что здесь сейчас. Тут очень много отреставрировали. Я не мог дождаться, когда же тут все сделают и думал, что тут уже забросит это строительство. Но нет, строители все-таки отреставрировали и отреставрировали это здание хорошо очень. Оно стало хорошим, ухоженным. И тут действительно можно проводить настоящие балы. Сегодняшний бал – это прекрасный бал. Много гостей, хорошие одежды. Впрочем, как на настоящих балах. Мне нравится, что здесь придумали. И сама постановка бала мне нравится. Нарядные девочки в восхитительных платьях. Мальчики в элегантных костюмах заполонили весь зал. Подготовка к балу была очень серьезной. Необходимо было выбрать наряд, прическу и самое главное – дождаться этого заветного дня. Волнение и неизвестность – чувства, которые придавали еще больше таинственности и вызывали неподдельный интерес к предстоящему событию. Мне нравится на балу то, что в нем можно потанцевать, поиграть. Потому что дедра дает разные призы. И то, что он не взрослый, как раньше бывали, а детский, именно для детей. Я очень ждала балов, потому что никогда не была на таких мероприятиях. Пока юные леди и джентльмены пытались найти карамельную принцессу с помощью Жанна Ролея, учителя великого композитора, и изучали укромные уголки усадьбы, их родителям также не пришлось скучать. Все желающие смогли получить мастер-класс по обучению бальным танцам 19 века. И, судя по их сияющим улыбкам, можно сказать, что взрослые смогли хоть на какое-то короткое время перенестись на несколько веков назад и почувствовать себя настоящими участниками бала. Следует отметить, что танцы исполнялись под живую музыку в исполнении Минского ансамбля солистов «Классик Авангард». Дети очень ждали, так как, к сожалению, у нас мало куда возможно сходить. В основном это надо куда-то ехать, поэтому они очень ждали. Билеты у нас были куплены заранее и очень готовились, особенно младший ребенок. Он ждал бала прям каждый день, когда бал, когда бал. Очень рады, очень довольны. Танцы. В первую очередь это танцы, в первую очередь это музыка. Для младшего ребенка она очень медленная и грустная. Для старшего, наоборот, это новые ощущения, что-то новое. Никогда такого нигде не были, не видели, поэтому все в первый раз очень интересно. Организаторы детского праздника, руководство музея и усадьбы, представители Залезского Центрального дома культуры и музыкальной школы, детской школы искусств имени Михаила Клеофаса Агинского и сотрудники отдела идеологической работы культуры по делам молодежи постарались сделать программу детского праздника насыщенной и разнообразной. Встречи со сказочными персонажами, театрализованное представление, салонные игры, фейс-арт, сладкие сюрпризы, шоу мыльных пузырей, выбор конфетной принцессы и конфетного принца. Прыемно глядеть на таких пригожих дятей, особливо, что я уже бабуля, у меня три внуки, я не тоже так сама со мной, и мне приемно так сама, что и моя мать, я еще больше наживая, и вот она вот там жила сегодня. Я вижу, что интересно не только малым детям, старейшим детям, взрослым, а и дорослым. Программа такая разностайная, и она планируется, что будет, когда трех годин, продолжится, а потом еще будет выход на улицу, а вот там будет для детей сюрприз. Завораживающее и сказочно красивое шоу мыльных пузырей не оставило никого равнодушным. Дети смогли почувствовать себя настоящими магами-волшебниками. Переливающиеся всеми цветами радуги пузыри превращались в различные фигуры и огромные шлейфы, внутри которых мог побывать любой участник праздника. Как отметили организаторы, билеты на бал были раскоплены за несколько дней, и зал не смог вместить всех желающих. И, судя по отзывам, необходимо и дальше продолжать устраивать балы в музее-усадьбе в Залесе как для взрослых, так и для детей. Очередной такой выход в свет планируется провести 25 сентября 2015 года в день 250-летия со дня рождения великого творца Михаила Клеофаса Агинского. В Беларуси молодежная политика давно стала одним из приоритетных направлений в деятельности государства, а 2015 год объявлен Годом молодежи. Только за последние несколько лет реализовано множество молодежных программ и проектов. Значительно выросла роль молодежных средств массовой информации, созданы десятки детских и молодежных телевизионных передач. На ряду с этим идет активная работа по совершенствованию системы дошкольного, базового и среднего образования. Реформируется высшая школа, совершенствуется правовая база. Сегодня в Беларуси есть все условия для того, чтобы каждый мог сполна реализовать себя в жизни, добиться творческих высот, сделать карьеру. Ежегодно в последнее воскресенье июня Беларусь отмечает День молодежи, праздник творчества и вдохновения, энергии и задора, познания и самоутверждения, любви и романтики. В Сморгоне празднование Дня молодежи пройдет в субботу, 27 июня. Начало в городском парке. В 15 часов начнет работу благотворительное караоке «Подарим радость детям». Также стартует выставка продажи творческих работ жителей и организаций города, выездная торговля, игровые аттракционы, спортивная площадка, турнир по шахматам, показательное выступление учащихся по футболу, показательное выступление по стритболу, дзюдо и самбо, соревнования по настольному теннису, дартсу, поднятии бревна и игревом спорте. В 16 часов от кольца в микрорайоне Корени до мемориального комплекса «Переправа» стартует молодежный велопробег «Дорога в будущее», посвященный 70-летию Победы. В 16 часов 30 минут начнется торжественное открытие после реконструкции моста возле дворца бракосочетания. Торжественное молодежное шествие начнется по улице Ленина в 17 часов 45 минут от гостиницы к площади Ленина. А торжественное открытие праздника награждение активной и талантливой молодежи состоится в 18 часов на площади Ленина. В 19 часов выступление популярного артиста Саши Нема. В 20 часов выступление хип-хоп-исполнителей Сморгонского района. В 20 часов 30 минут к нам приедут скифы – поставы группы Мендер Сморгонь. И в 21.20 начнется молодежная дискотека. Ух ты, как красиво! Еще мое имя? Дарите радость! Дарите тепло! Дарите уют! Изделия ручной работы, целебные травы и бальзамы, подарки близким. На православной выставке-ярмарке «Гладись» с 29 июня по 5 июля на площадке возле кинотеатра «Космос». Улица Советская, 2, Сморгон. Ами-мебель. Карниз за 200 тысяч при покупке шторы либо тюли. Скидка 50%. Ами-мебель. Ами-мебель. Акция «Летняя распродажа». Скидки до 65% в магазинах Ами-мебель. У вас серебряная или золотая свадьба в этом году? Ами-мебель поздравляет вас и дарит акцию «Свадебный подарок». Спешите воспользоваться ею. Ами-мебель. Свадебный подарок. Ами-мебель. Садовая мебель из ротанга и мебель для пикника со скидками до 72%. Ами-мебель. Ами-мебель. Акция «Свадебный подарок». Сказочные цены на прекрасную мебель только для молодоженов. Ами-мебель. Программа событий создана при финансовой поддержке общества с ограниченной ответственностью «Аксиома-сервис». Сморгонское кабельное телевидение. К сожалению, погода продолжает холодную аномалию мая. Подходит к концу первый месяц лета, но настоящее тепло посетило нас лишь несколько дней, когда температура воздуха поднималась до плюс 25 градусов. Среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 2 градуса. В дневные часы температура воздуха поднималась не выше плюс 20, а ночью не достигала плюс 10. День уже постепенно пошел на убыль. Но, как отмечают синоптики, после длительных холодных дней наступит такое же продолжительное тепло. Но в последующие сутки существенных изменений не ожидается. Сохранится прохладная и сухая погода. Но температура воздуха также на 2-3 градуса будет ниже нормы. В атмосфере установятся северные потоки с севера Европы. В пятницу 26 июня ночью столбики термометров покажут плюс 8-10, днем 18-20 градусов тепла. Ветер северо-западный умеренный. В субботу 27 июня сохранится такая же погода. Ночью плюс 8-10, днем плюс 18-20. Переменная облачность, ветер северо-западный умеренный до порывистого, что придаст ощущение холода. В воскресенье 28 июня ночью столбики термометров покажут плюс 8-10. Днем уже поднимутся до плюс 20-22 градусов. Облачно с прояснениями обойдется без осадков, ветер северный слабый до умеренного. В понедельник 29 июня атмосферное давление понизится. С территории Польши к нам приблизится фронтальный раздел. Ночная температура воздуха составит плюс 11-13, а днем повысится до 22-24 градусов со знаком «плюс». Ветер переменных направлений слабый. Как отмечают синоптики, по предварительным прогнозам, температура воздуха на следующей неделе будет постепенно повышаться. И хочется надеяться, что холодный период закончится в июне. А в июле наступит настоящая летняя погода. И среднесуточная температура воздуха приблизится к норме. Это были главные события прошедшей недели. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова